Это сегодня уже в суде директор фирмы «Безопасный город» и его коллеги по бизнесу весьма немногословны, скромны и застенчивы. Прячут лица и не жаждут общения. А всего год назад, когда в их офис вместе с потерпевшей от их же действий пенсионеркой приехала наша съемочная группа, бригада была настроена более решительно и отказалась выпускать незваных гостей из помещения. В итоге пришлось вызывать не только полицию, но и скорую помощь. Пострадавшей пенсионерке стало плохо с сердцем. Я не могу дышать. Нет. Выпустите. Тогда самоуверенные предприниматели заверили, что бояться им нечего. К документам, что называется «не подкопаешься», пенсионеры сами отдают свои деньги, никто не заставляет. Так что дотянуться до них, что журналистам, что правосудию вряд ли удастся. Потому и вели себя достаточно грубо и нагло, пообещав, что если освобожденные журналисты появятся еще раз, все закончится плачевно. Все и правда закончилось плачевно для самих же лжегазовиков. Было установлено, что на территории республики Тарстан действует организация, члены которой, входя в доверие к пенсионерам и пожилым людям, мошенническим путем предлагают устанавливать газовые сигнализаторы. Оборудование противопожарной безопасности, якобы необходимое при проверке газовыми службами. Казанский горгаз и правда достаточно долго порочил работу истинной газовой службы и сотрудников МЧС. От их имени буквально вынуждая пенсионеров покупать так называемые газоанализаторы. За баснословные деньги. Тогда как истинная цена аппарата всего-то 300 рублей. А пенсионерам и малоимущим и вовсе устанавливаются бесплатно. Будем стоять всем прямо с милицией. Вот пока дешево, давайте и так вежливо, прям доказывал. Ну нам сказали, что они там 18-13 тысяч стоят, ну а нам по дешевке за 4 900. Как позже выяснит следствие, в штате фирмы «Безопасный город» начался даже психолог. Специалист обучал курьеров, как убедить человека купить совершенно ненужную вещь, пусть даже за последние деньги, поскольку она просто жизненно необходима. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотрено частью 3 ст. 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мошенничество. Максимальные наказания предусмотрены санкциями данной статьи. Лишение свободы на срок до 6 лет. В результате то, что не смогли осуществить потерпевшие, осуществили сотрудники УБЭП. В результате их нелегкой и достаточно кропотливой работы, уверенные в своей безнаказанности бизнесмены были задержаны. К слову, об инциденте со съемочной группой все те же лица, но не говорят совсем иначе. Никто никого не задерживал, никому не препятствовал, просто журналист и потерпевшая пенсионерка якобы не смогли найти кнопку, чтобы открыть дверь офиса. Все задержанные по-прежнему продолжают настаивать. Название фирмы «Безопасный город» полностью оправдывало их деятельность. Трудились на благо населения, в основном пенсионеров. А то, что бизнес приносил шикарный доход, такое бывает. Сейчас в материалах уголовного дела лишь номера статей и сухие протокольные строчки. А то, что многие пенсионеры, среди которых ветераны войны, после визита благодетелей остались без копейки, слеглись с сердечным приступом и едва выжили. Сами благодетели предпочитают не комментировать. Отделываются все той же фразой. Такое бывает. Решением суда задержанные предприниматели отправлены под стражу на время проведения следствия. Не исключено, что к тому времени, помимо мошенничества в особо крупном размере, им будут предъявлены и другие обвинения. Мария Молочникова, Максим Зуйков, Телеканал Эфир.